Здравствуйте, в сегодняшнем видео будет идти речь про игровую приставку от компании Nintendo. Как и в случае с Sega, я про приставки от этой компании достаточно давно не рассказывал, уже целых полгода. Последнее видео про приставку от большой N было еще в июне прошлого года, там я рассказывал о Nintendo Gamecube. Сегодня же я расскажу о приставке пятого поколения Nintendo 64. Давайте начнем. Nintendo 64. Это 64-битная игровая приставка пятого поколения от компании Nintendo, что подтверждает само название приставки. Является преемником 16-битной игровой системы Super Nintendo и конкурентом PlayStation 1 и Sega Saturn. Вообще у Nintendo изначально была попытка выпустить 32-битный аддон с NES CD, но этого так и не произошло. Уже примерно в 94-м году Sega, Sony и Nintendo начали распространять слухи о том, что они готовят свои новые приставки игровые. И если у Sega и Sony они были 32-битными, то у Nintendo наоборот. Приставка была 64-битной и называлась изначально Project Reality. Позже, конечно, ее переименовали на другое – Ultra 64. В мае следующего 95-го года Nintendo заявила о том, что приставка Ultra 64 полностью готова и поступит в продажу только в апреле следующего 96-го. Председатель американского подразделения Nintendo Говард Линкольн сказал вот что. «После 19 месяцев напряженной разработки мы достигли двух наших главных задач в отношении Nintendo Ultra 64. Разработали набор микросхем, способных предоставить лучшие в мире видеоигровые переживания и сделать это по цене, которая не будет превышать 250 долларов в розницу. Однако мы приняли сознательное решение не спешить с выводом на рынок Ultra 64. Вместо этого мы решили дать нашим разработчикам дополнительное время для того, чтобы они смогли добиться максимальной эффективности при работе с этой системой и создать игры нового типа. Чтобы вы понимали, это был анонс, который был произведен еще за три дня до начала игровой выставки Е3 95-го года. И факт заключается в том, что рабочий прототип приставки так и не показали на этой выставке. Еще сама компания в то время шокировала всех разработчиков и геймеров тем, что Ultra 64 будет использовать не диски, как это делала PlayStation 1 или Saturn, а картриджи, из-за чего некоторые разработчики отказывались делать какие-либо игры для нее, потому что сами считали, что картридж не имеет достаточного объема памяти для игровых проектов. Nintendo же наоборот говорила, что это лучший носитель для использования с Ultra 64, аргументируя тем, что картриджи, в отличие от CD-дисков, долговечны, и что они не могут поцарапаться, в то время как диски наоборот, могут поцарапаться и впоследствии вообще не читаться. Приставка вышла изначально в Японии 23 июня 1996 года, но уже под привычным для нас именем Nintendo 64, 26 сентября того же года в США и через год в Европе и Австралии. Да, консоль, ну или приставка, конечно, стала моментально хитом, но несмотря на все это, ограничения в качестве игр сильно замедляли продажи системы. Игры появлялись медленно, а производители игр жаловались на ограничения формата картриджей. В итоге приставка продержалась всего 6-7 лет, до 2002 года в Японии и 2003 в США и других странах. И продалась приставка тиражом более 32 миллионов копий. Плохо, конечно, но по сравнению с конкурентом Sega Saturn, у которой продажи всего составили 9,5 миллионов, это еще нормально. Начну, пожалуй, с преимуществ, которые сам же и нашел. Первое заключается в том, что приставка имела архитектуру 64 бита, в отличие от своих собратьев, в лице той же Sega Saturn и той же PlayStation 1, которые хоть и относились к пятому поколению, но были 32-битными. Второе заключается в том, что было 4 порта для джойстиков, ну или контроллеров. Третье – это неплохой внешний вид приставки. Ну и четвертое – это графический чип, который способен выполнять гораздо более сложные методы рендеринга, чем его собратья. И к тому же, это первая домашняя приставка, которая имела функцию трилинейной фильтрации, которая позволяла текстурам выглядеть более гладко. Ну и один недостаток, который я сам нашел – это картриджи. Да, несмотря на то, что они долговечные, их я все равно включил в список недостатков, поскольку для меня эталона носителей являются диски. Как ни крути. Да и к тому же, картриджи имеют очень маленький объем. Кстати, для приставки выходили даже аксессуары, очень интересные. Это контроллер-пак, если не ошибаюсь, это карта памяти для Nintendo 64. Терминатор-пак, который является наполнителем. Ну и официальное периферийное устройство для записи и чтения дисков – это Nintendo 64DD. Вот так эта штука выглядит вместе с приставкой. Согласитесь, довольно-таки неплохо. Там, конечно, были еще аксессуары некоторые, но перечислять я их уже не буду и показывать тем более. Технические характеристики Nintendo 64 по меркам 96-го года были даже очень неплохие. 64-разрядный процессор NEC VR 4000 с 24 кБ кэша L1, который работает на частоте 93,75 МГц. Для сравнения, PlayStation 1 и Sega Saturn имели низкую частоту, однако более низкая у Sega Saturn – 28 МГц против 33 и 93. Графикой и звуком одновременно занимается один чип, который разделен на два компонента. Это RCP или же Reality-CO процессор. Два компонента – это Reality-Drawing Processor и Reality-Signal Processor. Они обмениваются данными через 128-битную шину с пропускной способностью в 1 Гбит в секунду. Оперативная память 4 Мб, в то время как у ее конкурентов всего 2 Мб. Видеопамяти у приставки нет. Поддерживаемое разрешение экрана 640 на 480 носителем являются картриджи. Вот так. Плату приставки я уже показывал в начале. Едем дальше. Как я говорил уже в своих предыдущих роликах, по играм PlayStation 1 рвет всех, в том числе и Nintendo 64. Однако для приставки Nintendo, какие-никакие, но игры все же выходили. Их хватало. Это Икар Магеддон, Wipeout, Doom 64, Megaman 64, Mario Kart 64, Mario Party, GoldenEye, Animal Crossing, Ridge Racer, Vigilante, Nascar 99. В общем, игр хватало, как я уже сказал. А про Super Mario 64 я вообще молчу. Это не просто культовая игра, а бестселлер, ну или эксклюзив для приставки. Мне хоть она и понравилась, но она не является моей любимой частью по сравнению с Super Mario Land, первой частью, которая выходила в конце 80-х на геймбой. Чтоб вы понимали, я прошел и первую часть Super Mario Bros. вышедшей в 85-м, и Super Mario Land первую часть. Вторую пытался пройти, но не смог. Прошел только половину. И не знаю почему, но из всех мне понравилась больше Super Mario Land, именно первая часть. Какая бы у нее ни была графика, все равно она выглядит неплохо. Тем более, она была выпущена на портативку. Ладно, вернемся к играм Nintendo 64. Перечислять не буду, а просто покажу геймплей некоторых игр, которые выходили на приставку. Nintendo 64. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok